Лучшие в стране Лучшие в стране Поиск локаций закончился, скоро начинаем съемку Значит, мы понимаем, что в феврале была съемка Это как раз в начале февраля в Мексике Ну а дальше тебе слово, пожалуйста Ну, в общем-то и все В феврале в Мексике была съемка этого клипа Вот 12 дней нахождения в прекрасной стране И куча воспоминаний по результату Огромное количество организационных испытаний И потому что, как оказалось, мексиканцы При всей моей любви К этой нации и стране Так Нереальные лидеры и вообще дезорганизованные люди Да что ты говоришь? Самые в мире, с кого я вообще встречал Ну то есть Чтобы вы понимали В ресторане надо минимум два раза заказывать Так То есть они не помнят Это каждый раз Это не одноразово, это традиция Каждый раз просто подходят и здороваются Добрый день, сделайте заказ Их надо любить именно такими, какие они есть Ну там море Там солнце Там песок И там А куда бежать? Куда торопиться? И так все хорошо Итак, дорогой Ракли Несколько дней до начала чемпионата мира по футболу И многие, конечно, думают Название «Не плачь, как девчонка» Вдруг кто-то еще не слышал эту песню Скорее всего Ну потому что сейчас все посвящают чемпионату мира Песни и клипы Наверное, думают Ракли тоже туда же И я не исключение, почему Ну, «Не плачь, как девчонка» к этому не имеет Никакого отношения Как? Действительно, плакать не надо Надо биться Но скоро выйдет клип Который я спродюсировал Я думаю, я участвую Это совместный проект с прекрасной рэп-группой одной Которая называется Туса Туса Вот, и скоро выйдет клип Где снялись несколько игроков сборной России по футболу Также наша прекрасная королева Принцесса Вика Лопырева И... Сыновья! И также мои сыновья, да Ну и как раз вот именно этот клип будет посвящен Мы уже договорились, кстати, с Тусой Что они обязательно придут и сделают премьер И в нашем эфире тоже Супер Талантливый MC Автор И вот, кстати, в группе Туса Он также принимает участие Вот в этом клипе Который скоро выйдет Называется песня Мы вас верим Но не будем действительно О другом Отбирать у ребят Конечно, о чем они будут рассказывать Не плачь, как девчонка Что самое удивительное В Мексике, находясь Когда мы играли эту песню Находясь там в клубе Потому что часть съемок прошла в клубе Мексиканцы подходили и начинали петь Вместе с нами и танцевать И даже предложение Есть от одного мексиканского рэпера Сделать фит То есть совместную работу Для того, чтобы Ну, не знаю Честно говоря, я потерялся Что да, нет Мы пока что еще, честно говоря, думаем Потому что Россия Это первая страна И постсоветское пространство Где мы хотим В первую очередь Этот Или показывать Учитывая то, что ты нам рассказал Что это ленивые люди Мексиканцы Теперь мы знаем Спасибо тебе большое Ты нам тайно открыла Не знаю, как этот проект сложится У вас нет Ну, может быть, на самом деле Не все мексиканцы Может быть, там тоже Мегаполис совсем другой темп А я говорю про Тулум И про именно То побережье Где есть море И где менталитет людей Такой неторопливый И было много действительно Ляпов Нам не привозили оборудование А нам надо снимать Что делать? Мы же заплатили А для них это нормально Ну, вы заплатили же, ребят Ну, не привезли Ну, бывает Че? Ну, подумаешь Вот А у нас все как бы рассчитано По московским стандартам Да? Все Вот Ну, было весело Слушай, скажи, пожалуйста Ну, вся эта вот история Многие, кстати, говорят Сразу первое Что на он приходит Диспозита Сравнивают Ну, что-то есть такое Дело в том, что, конечно Диспозита Это Наверное Номер один Латиноамериканский хит на всей планете, поэтому нормально, что люди будут ассоциироваться с ним. Не было бы Диспоситы, сравнили бы с каким-то другим популярным треком, который номер один. Но я не вижу никаких музыкальных сходств. Я музыкант и ни плагиата, ни стиля, потому что это мумбатон, а там совсем другое. Если вдаваться в подробности и скрупулезно разбирать по полочкам, я просто не соглашусь с этим. Это просто ассоциативно люди считают, ага, самый известный. А, ну это же Диспосита. Я сразу вспомнил фильм Мимино и кадр, который не попал из-за цензуры в советское время, когда Мократычан, Фрузинка Мократычан и Бубокий Кобидзе, два гениальных актера, едут в лифте, заходят делегации японцев, говорят что-то на своем, переводчик переводит, соответственно. Эти русские все на одно лицо. Мне напоминает, ну как бы, типа, мало ли в Бразилии Петров из серии. Разница велика, я считаю. По стилю, по музыкальному контенту и по музыкальным мыслям. Слушай, ну здорово, что ты не решил делать какой-нибудь очень клубный клубняк, такой, знаешь, прям... Открой секрет, будет клубный клубняк тоже, потому что делается ремикс, сейчас не буду называть имена диджей. Вот это хорошо, и нашим, и вашим всем. Вот это правильно, да. Никому не будет обидно. Но ты сам доволен работой, скажи, потому что просмотров уже очень много, и отзывы, а сплошь положительные. Я почитала. Я сразу влюбился в эту песню. Вот сразу, с первого прослушивания. И я благодарен тем ребятам, моим друзьям, которые действительно мне принесли. Я всегда вот... Я и сам пишу, ведь, да? Да. Есть песни, которые я пишу. Но я не гнушаюсь, если мне что-то... Если я влюбляюсь в песню искренне, я с превеликим удовольствием принимаю от авторов... У меня нет такой позиции, что я только сам пою только свои песни. Вот. И это та песня, в которой действительно я сразу влюбился. И более того, наверное, это слышно, мне кажется, в исполнении даже, да, потому что это прям мое. Я записал эту песню, наверное, за рекордные сроки. Я прям зашел, и прямо там с двух дублей записал сразу. Мне там вокал-продюсер сразу сказал, ну, как бы, хочешь еще, попиши, но, в принципе, все есть. Ну, гениально. Все есть. Не гениально, просто, ну, как бы, все есть. Что ты, хочешь лучше? Ну, попробуй. Но уже есть. Я говорю, послушал? Слушай, ну, есть, да. Вот. То есть так быстро я, мне кажется, никогда песню не записывал. Оно просто вот как бы прошло через меня и вышло. Для кого эта песня, скажи, кому она адресована? Я думаю, что, в принципе, если говорить о той информационной мысли, которая заложена в этой песне, это, наверное, о людях, которые находятся в некой позиции жертвы, да. И часто есть вокруг нас, наверное, такие люди, которые мы слышим там нытье, там типа, ой, все плохо, тра-та-та. Все вокруг плохие, да, обижают тебя вечно, а ты такой замечательный. Вот, и я думаю, что эта позиция абсолютно неконструктивная. И это такая мотивационная тема, типа, эй, расслабься, все круто. Включай ритмы, хорошие латины. Мне кажется, конечно, есть много испытаний в жизни. Но какой смысл в том, чтобы гневить Бога тем, что жаловаться на то, что ты имеешь? Ведь можно увидеть огромное количество хорошего, то, что есть, ведь. И помимо того, есть обязательно, ведь люди, которым значительно хуже, чем тебе. Если ты здрав, если все вокруг тебя живы-здоровы, твои любимые, родные люди, то все остальное, это просто небольшие испытания, которые вполне можно пройти. И вот и все. Спасибо тебе за эти замечательные слова, Иракли. Друзья, не плачь, как девчонка. Напомню, клип обязательно в нашем эфире будет, но мы, конечно, прежде еще будем говорить с Иракли. Вы немножко так пока поволнуетесь, в ожидании увидеть все это и услышать. Мне, честно скажу, тебе сразу очень понравилась твоя работа. Просто великолепная. Ну, сказала бы ты мне, конечно, в лицо, что типа, нет, мне вообще не очень нравится. А я бы, знаешь, могла просто тему переводить и говорить о чем угодно. Ну что, я рад. Но тему я хочу, конечно, перевести. Вот, в частности, например, я знаю, что ты только что вернулся из Тбилиси, из родной Грузии. Что ты там делал? Опять снимал клип? Или просто наслаждался родиной? Нет, я поехал на пару дел, на пару дней по делам. Суммаисты, что тебя с ними связывает? Смысла нету говорить о том, какие дела, ну, то есть я не люблю раньше время говорить, но я думаю, что скорого времени я удивлю своих почитателей какими-то новостями, связанными вот с моей исторической родиной. А суммаисты, которые вы могли наблюдать у меня в инстаграме, да, так получилось, что мы с ними очень подружились. Есть грузинский и осетинский, два грузинских, один осетин, нет, три грузинских и один осетин. Суммаисты, которые, как раньше, скажем так, были в высшей лиге сумо в Японии и сейчас продолжают. И вот в этом году мой друг, он взял кубок императора, то есть со всей истории существования сумо, только два европейца это делали, вот он один из них. Вот. Ну и мы очень дружим, общаемся, вот, очень веселые, грозные, но при этом, ну, то есть визуально, ну, очень добрые, очень позитивные, любвеобильные, вот, грузинские и осетинные. Да и не отпускали тебя, конечно, не отпускали. Да я и сам не хотел бы уезжать, но надо было вот к вам прийти в гости. Обязательно, конечно. И мы вас тоже никуда не отпускаем, прервемся совсем ненадолго, еще и скоро продолжим общаться с Ираклей. Будьте с нами. Это программа «Лучшие в стране», телерадиоканал «Страна ФМ». У нас в гостях Иракли. Через несколько минут премьера нового клипа. Не плачь, как девчонка. Потрясающе, красотища. Мексика. Ну и, конечно, красавец, мачо Иракли. Кстати, тебя там за своего, мне кажется, принимали. А? Тебя наверняка там за своего на время съемок принимали. Ну, девчонки подходили, пытались поговорить с тобой на местном... Не-не-не, ну, конечно же, там в основном такие визуально ребята похожи на индейцев. Поэтому я для них был гринго. Все ясно, хорошо. Друзья, оставайтесь с нами. Очень важная тема, которую я никак не могу не затронуть. Это, конечно, футбол. Ага. Дорогой Иракли. Ну, что, значит, Россия-Румыния, Россия-Словения, Россия-Польша. Откуда ты ее знаешь? Это все матчи, матчи. Не все, не все. В нашу пользу, конечно, но... Команда Старко, ты же серьезный футболист, уже очень много лет выходишь на футбольное поле. Расскажи, что мы не стали теперь чемпионами мира, да? Ну, мы в финале проиграли по пенальти очень сильной команде Румынии, где очень много бывших футболистов, поэтому... Ну, это не честно. В таких командах должны быть же артисты, да? Известные медийные люди. Ну, они тоже артисты, то есть одно другому не мешает. То есть они когда-то были футболистами, потом стали артистами. А потом стали, да, на время матчей вдруг стали... Как хули-реглесиас, вот. Да, мы когда там поговорили с вратарем, бывшим вратарем сборной Румынии, до 23-х он играл в сборной, и подошли к нему и спросили, ну, что, какой ты артист? Он улыбнулся и сказал, стриптизер. Вот. Ну, на самом деле, все круто, потому что победили все команды. В арт-футболе побеждают действительно все. Почему? Потому что это благотворительное мероприятие. И когда в конце, перед матчем сборной мира со сборной России, в которой тоже я принимал участие, показывали, вот, вручали сертификаты денежные для операции, там, неимущим семьям, да, и деткам, которые нуждаются в этих операциях, ты тогда понимаешь, что вот победили сейчас все. Это дорогого стоит. И спасибо всем организаторам и команде Старков, которой я уже в следующем году будет как 20 лет. Ты ветеран? Да. Ого-го! Так мне кажется, что ты должен войти уже в нашу серьезную профессиональную сборную. 20 лет — это уже профессия. Ну, прекратите. Там есть кому играть. Скажи, пожалуйста, вот сегодня же прямая линия с президентом, ты, конечно, смотрел до двух часов, потом просто я тебя на эфир заманила. Владимир Владимирович сказал, что у нашей сборной все-таки есть шанс выстрелить, прямо вот цитирую, выстрелить, несмотря на то, что вот товарищеский матч, как-то, или нет, поможет ли это ребятам или нет, им поможет энергия, вера в них. Вот именно об этом песня, которая в скором времени выйдет, и мы обязательно презентуем на вас. Гроб от Усовы, да. Она так называется песня, «Мы в вас верим». И я думаю, что вера в команду от болельщиков придаст ребятам действительно энергии, придаст им сил, и так много ответственности, и так их заваливают негативом, да, и так далее. Да, на сегодняшний день в товарищеских матчах результата не было, но это товарищеские матчи. Главное, главное, можно проиграть все товарищеские матчи, главное выйти из группы и дальше пройти. Шансы есть, объективно, я верю, все команды проходимые. И Саудовская Аравия, у них можно выиграть, да, они никакие, реально, объективно. Наши круче. С Египтом можно выиграть, да, там тоже крутые ребята есть из некоторых сильных чемпионатов, можно выиграть. Да и с Уругваем, даже, там, да, Суары, Саковани, да, они крутые, но и с ними можно играть. Нету ничего невозможного вообще. Вот, поэтому верить в ребят надо, я считаю, эта позиция правильная, если ты являешься действительно любителем футбола, любителем сборной России. Ну, вот как-то так. Есть, знаешь, такие диванные эксперты, футболисты, которые знают, как надо, как надо, да, вот этот вот комментарий, жесткий достаточно, Ты не диванный, ты футболист. У тебя ждет момент, когда ты смотришь игру, вот, например, нашу сборную, ты, понимаешь, видишь явные ошибки. Понимаешь, что ты здесь бы лучше сыграл? Бывает такое? Ну, скажи честно. Ну, конечно же, нет. Почему, расскажу. Мне очень нравится менталитет вот английских болельщиков, которые считают, что это лучшие ребята их страны. И если есть самоотдача, даже когда они проигрывали, да, вот я помню, как Англия не вышла в финальный этап чемпионата то ли Европы, то ли мира, вот я сейчас плохо помню, хорватом проиграв, причем, по-моему, у себя даже дома, если не ошибаюсь, я помню, как, да, у себя дома, я помню, как в Уэмбле встали и все равно хлопали ребятам, говоря спасибо. Это вызывает мурашки, а ругать, это не вызывает мурашки, это вызывает, к сожалению. Вот мы с тобой очень правильно сейчас, я думаю, обратились ко всем, кто будет смотреть, к болельщикам и так далее, что правильно нужно реагировать. Это самые лучшие ребята, которые есть в нашей стране на данный момент времени, и как бы они сыграли, мы все равно должны их поддерживать, это лучшие наши страны. Сегодня ты лучший в стране, Иракли, потому что ты в программе, которая называется «Лучшее в стране». Мы прорываемся ненадолго, и через кору вернемся в студию, будьте с нами. Лучшее в стране на телерадиоканале «Страна.ФМ». Ну, безусловно, друзья, клип и песня «Не плачь, как девчонка» претендует уже на название лучшего в стране, ну, может быть, года, а может быть, даже пятилетия. Иракли. У нас в гостях премьера буквально через несколько минут. Кстати, как ты сам думаешь, долга ли жизнь будет у этого произведения? Ну, я как бы не являюсь предсказателем, но я надеюсь, что да. И я уже сейчас вижу, как мне пишут, и насколько люди активны в Инстаграме с перепостами и клипа, и активны в ВКонтакте, с перепостами трека, и мне нравится реакция на сегодняшний день, и я уверен, что песня зайдет, и она полюбится людям, и она уже, мне кажется, полюбилась. Она уже полюбилась. Пять минут полет нормальный. Посмотрим, что будет дальше. Совсем немножечко еще про футбол, друзья, в преддверии чемпионата мира. Дело в том, что вот Ираклий уже футболист, 20 лет, скоро юбилей спортивной деятельности будем отмечать вместе. Ведь еще и растут футболисты в твоей семье. Илья, Александр, давай расскажем об этом, и пусть наши футболисты немножечко нервничают. Да нет, им не надо нервничать, наоборот, подкрепление идет. Но они, на самом деле, и как музыканты растут. Оба сочиняют песни, стихи и поют. Да, Саша с двух с половиной лет вообще эта песня. Зачиняет, конечно, а Гена никуда не деть. Ну и, конечно же, они занимаются спортом, потому что я, как отец, понимаю, что должен быть и спорт в жизни, и любимое дело. А любимое дело у них и спорт, и музыка. Вот, поэтому мы занимаемся сразу всем. Ну, в общем, нравится им пока оба дела, и спорт, и музыка. Конечно. Ты будешь рад, если кто-то из них станет профессиональным футболистом, а кто-то музыкантом? Я буду, я уже рад, вообще, в принципе, в любом случае. И моя задача родительская предоставить им возможность выбрать любимое дело. И то, что они выберут, я буду счастлив. Иракли, о чем песни пишут ребята? О разном. Ну, в большинстве, что там, любовь, не знаю. природа, футбол. Ну, была философская у Саши, потому что у него был такой возраст, почемушный, да? Да, да, да. Когда он спросил, почему, 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 он знает мир. Философский возраст знаменитый, да? И когда папа немножечко уставал, я говорю, почему, почему? Да потому. Вот. И он сочнил философскую такую, то есть, почему, 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 потому, 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 вот так вот. И так далее. Много песен у нас в репертуаре есть, коротко, но прям вот четко. Прям вот, прям не в бровь, а в глаз, что называется. Да, такой, о дзене. О любви тоже есть. Ну, скажи оценку ребят на клип и песню «Не плачь, как девчонка». Вот это самая важная же оценка. Ну, так они же поют ее сразу. Все. И ты видишь, значит, что вот это теперь точно зашло. Как говорил Паша Воля, главное, чтобы эта песня нравилась моей маме, да? А я еще добавлю моим детям. Конечно, конечно. Внимание! Телерадиоканал «Страна.ФМ» представляет, друзья, премьера Ираклия. Вот он, виновник торжества. Абсолютно новый клип, новый трек. «Не плачь, как девчонка». Я вам желаю сейчас колоссального удовольствия и даже не сомневаюсь, что вы его получите. Поближе к телевизорам, погромче приемники и смотрим. Соль на губах верил наивно. Ты килогранила туриста. Ой, зачем на это согласился? Нельзя обращать, а стала ты с тобой. На теле черная чекана. Она красивая страна. Нету запретного в карманах. На душе рано, на душе рано. Ой, больно, 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 больно. Пуля ранила любовь. Мне не жаль тебе нисколько. Ни плачь, как девчонка. Ни плачь, как девчонка. Ой, больно, 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 больно. Пуля ранила любовь. Мне не жаль тебе нисколько. Ни плачь, как девчонка. Ни плачь, как девчонка. О, не плачь, как девчонка. Не плачь, как девчонка Ты набрасно ждал ее ответ Так продолжать невыносимо И становилась тебе лишь больней Ведь соблазняла так красиво Она играет с тобой в игры Ночами снова манит, как магнит Не разгадаешь эти шифры Так сложно выбрать, так сложно выбрать Больно, 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 больно Пуля ранила любовь Мне не жаль тебя нисколько Не плачь, как девчонка Не плачь, как девчонка Больно, 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 больно Пуля ранила любовь Мне не жаль тебя нисколько Не плачь, как девчонка Не плачь, как девчонка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну вы знаете, что теперь нужно делать Голосовать за песню активно, за клип тоже И заказывать в программах по заявкам И репостить в инстаграме Конечно, да, и просто Наслаждаться этими офигенными ритмами Спасибо тебе еще раз, Павль То, что нужно летом В нашей шарте, в любой другой Абсолютно международный, интернациональный хит Спасибо А что касается следующей твоей песенки Ты уже задумываешь? Уже есть планы стопроцентные такие Ты знаешь, что будет дальше? Ну, в скором времени, а именно Сейчас вот прям решается На днях прямо выйдет на моем YouTube-канале Песня совместная с группой Туса Посвященную футболу А где снялась Виктория Лапырева Наша красотка, да? И футболисты, я уже говорил об этом А также Один прекрасный композитор Из Румынии Который Один из участников группы Маранди Сочинил такую песню для меня Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ешки-й-ой-ой Вот лучше заинтриговать нельзя было Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ешки-й-ой-ой Так что Я прямо В меня руки, честно, скорее ее записать Скоро полечу в Бухарест Записывать ее И, конечно, будем снимать клип Потрясающе Вот в ожидании Ну, слава богу, нам теперь есть чем ожидать За этой замечательной работой Иракли, я хочу немножко поговорить О твоей многогранности, таланта Творчества твоего, да Потому что все знают, что ты хитмейкер И все твои песни Все это круто Но есть еще и такая глубина В твоей душе и в твоем творчестве Которую, может быть, многие даже и не знают Ну, например, к 9 мая у тебя был выпущен Замечательный клип с осим удовольствием Кобзоном Не забывайте нас Серьезная такая работа Потому что я считаю, что 70 лет победы Это Дата, которой артисту необходимо было Обязательно уделить время Внимание и своим творчеством Многие это сделали, не только я один Но не все с Кобзоном, согласись Ну, если вы, Давыдович, для меня большая честь Что он принял и согласил Своего участия То есть в этом проекте Вы вообще виделись во время съемок? Конечно, виделись Да, я продюсировал видеоклип, режиссировал ее Но я отправил ему песню И я увидел, как он немножечко так Прословил И дал согласие для меня Это было уже просто счастье Потому что он Я считаю, это голос Победы Это живая легенда наша И огромное ему спасибо Огромное спасибо тем ветеранам Которые приняли участие в этом видеоклипе Вот, это действительно было от души Ну вот Я, Давыдович, ну хоть что-то сказал тебе Давай поменяем Ну хоть попытался Каким-то образом Не знаю, может быть Принять участие в работе Или целиком полностью доверился тебе И согласен был абсолютно Со всеми идеями С задумками Словами, в конце концов Вы представляете Человек такого масштаба У меня ни одной правки И просто он вышел и сделал это Это потрясающая работа Если вы не видели, друзья Обязательно зайдите в интернете Ютуб Ну в общем там есть Спасибо И еще одна история Под названием Покаяние Проект Метаморфозы Это уже духовная музыка Это даже не музыка Это фильм Я очень хочу Ну это то, что Скажем так Для меня действительно На сегодняшний день Является то, что Одушина И то, что Несколько другого уровня Нежели чем Поп-проект Ирагли Перцхалава Хотя я люблю и это И это Разделяю четко Понимаю, что Два разных проекта Конечно Два Две разных миссии Два разных Задачи И Метаморфозы проект Вот первый трек С Отцом Серафимом Моим любимым Вот Это о том, что Музыканты Актеры Режиссеры Певцы Разных стран Православных Россия Грузия Греция Сербия Украина Белоруссия Антиохия Между прочим И так далее Будет объединены Вокруг этого проекта Который превратится В фильм Так как Один клип Будет заканчиваться И начинаться Другой Фильм Плач души Называется Который благословил Святейший Патриарх Грузии Называется Плач души Будет Называться Причем он же Смотрел эту работу До выхода Без ее благословления Я не стал делать Это вообще волшебно Об этом долго можно говорить Вам программы не хватит Поэтому лучше не надо Это очень важно Что касается Отца Серафима С Херхи Мандрит Правильно Он как раз является Автором слов И так я понимаю Следующих частей тоже Нет Он Так как он поет На арамейском языке На языке Христа Он поет Псалмы Поэтому нет Не он автор слов Но мелодии его А автор слов Мой брат Соратник Друг Юрий Стрелкин Автор музыки Я Вот Первая песня Покаяние Но сейчас Ведем Работу над остальными Песнями И Тоже музыкальное Авторство мое Юрий Стрелкин Мне помогает По словам Соответственно И Я думаю Что Лучше Услышать Нежели чем Разысказывать Об этом Увидеть Чтобы мы Обязательно Сейчас поставили В эфир Может быть Мы с тобой Поверх немножечко Будем комментировать Покаяние Это самая первая часть А кстати К второй части Уже приступили К съемкам или нет К съемкам нет К записи Второй и третьей части Мы уже приступили Здесь тоже нужно будет Каждую часть Тебе Запускаем Да Смотрим Тоже нужно будет Тебе обязательно Спрашивать Сначала благословения У патриарха Святейшего Грузии Или уже Ты получил На общую работу В принципе Он благословил Но для меня Очень важна Коммуникация с ним И его мнение Мне было очень приятно У меня такое Сложилось ощущение Как будто я защищал Диссертацию Общаясь с ним Потому что От мелодии До одежды Я слышал обратную связь От него Это очень приятно Это как раз Мы сейчас слышим Отца Серафима Да Он же тоже уникальный человек Он был знаменитым Спортсменом Грузии По восточной борьбе Обладателем Черного пояса Да А сейчас он Духовный отец Всех ассирийцев В Грузии Живет в монастыре Очень Я там тоже была Очень Прямо здорово там Съемки естественно В Грузии проходили Да Съемки проходили В Грузии В нескольких местах Это Город в скале Оплисихе Называется В переводе Означает Божья крепость Это Если не ошибаюсь Седьмой век Могу ошибаться Вот Сохранилось Где-то Процентов 20 Этого города Очень красивое место Вы же выступали уже даже в филармонии в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербургской филармонии Это было невероятно волшебно Я думаю, что Вы как раз покаяние исполняли На каком-то этапе Это перерастет Также у меня есть идея Музыкальная Программа Музыкальный спектакль Вот Но Необходимо пройти определенный путь Ну, теперь Давай мы с тобой покинем Наших зрителей слушателей На три минуты Потому что я хочу, чтобы они Посмотрели Послушали внимательно Тяжело в груди Господи, прости Вот моя душа Дана Кришна Словно вся в окне Но поможет мне Покаяние Медо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Знаю я, не связь, Бог за нас распят. И для нас воскрес, царствие небес, каждому свой крест. Ты открой мне дверь, каюсь я теперь, верю, что во тьме светом будет мне. Пока я не ес. Солнце. 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 Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Не останавливайся, не бросай. Я думаю, что ты и сам, на самом деле, и свыше тебе не дадут это сделать. Позвольте, потому что получается очень красиво и замечательно. И хорошо, мы ждем продолжения обязательно этой истории. Позвольте, где тебе комфортнее, скажи, когда ты поешь «не плачь», как девчонка, когда ты исполняешь молитву наедине, настраиваешься на Бога? Это разные, несравнимые абсолютно вещи. Конечно же, когда мы выступали в Санкт-Петербургской филармонии, в площадке, в которой мировые звезды классической музыки мечтают и за честь считают там выступить, это непередаваемо, наверное, рядом с отцом Серафимом находиться и ощущать зал, который слышит эту информацию. Это, наверное, очень высоко по ощущениям и сложно, потому что эмоционально сохранить тот баланс во время исполнения, который необходимо для того, чтобы донести до зрителя тот месседж, который мы несем, не так просто. Потому что ведь я пропускаю через себя это, и когда ты видишь особенно людей, чувствуешь их эмоции, сложно вообще, в принципе, собраться. Сложно не расплакаться на сцене. Вот. Ну, я об этом говорю, у меня уже мурашки идут. У меня тоже. Это нереально. И эти мурашки у всех, кто смотрит эту работу и слушает. Спасибо. Вот. Ну, я на самом деле понимаю, что, видимо, не зря мы это делали, потому что мне многие там писали, вот я, наверное, запомнил, а наркозависимые написали мне благодарность, вот. Ребята, которые борются со своим недугом, и вот это мне в сердце запало. Здесь как раз тоже, наверное, из Библии слова имеющие уши услышат. То есть тот, кому это важно, необходимо, он обязательно услышит и будет в этой работе. Ну, да. У нас остается совсем мало. Две минуточки времени, друзья. Я хочу еще раз тебя поблагодарить. Спасибо. Дорогой, за то, что ты пришел, за то, что ты такой разный. И все, что ты делаешь, очень круто на высоком уровне. Спасибо. Впереди, значит, мы ожидаем... Залила меня медом, я не знаю, что делать. Твой продюсерский проект под названием «Туса». Прямо на днях будет презентация, замечательный клип и, главное, еще одна мощная поддержка нашей сборной по футболу. Ну, у тебя же впереди еще в самый ближайший день отпуск. Да. Ура. Расскажешь? Нет? Куда отправишься? Все равно же будешь выкладывать. Все узнают. Ну, зачем вызывать зависть у некоторых людей, которые занимаются активной работой? Не будем искушать их. Вот. Ну, да. Ну, это... Ну, не будем об этом. Хорошо, друзья. Вы должны все будете узнавать о социальных сетях Иракли. Будет отпуск. Хорошо у тебя отдохнуть. Спасибо. Творческих успехов. Ох, спасибо. И рады тебе очень всегда. Не плачь, как девчонка. Мы теперь на репите слушаем и в приемниках. Очень рад. В телевизорах. Спасибо. Иракли в программе «Лучшая страна». Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо.